20 марта 2010 года. Четырёхэтажное здание Московского бизнес-центра полностью охватил огонь. Внутри находились люди. Начальник службы пожаротушений Евгений Чернышов вместе со своим звеном направился в самый очаг пламени. После того, как удалось вывести всех людей, полковник отдал приказ отойти спасателям на безопасное расстояние. Сам вернулся убедиться, что в помещениях никого не осталось. В это время на огнеборца обрушилась многотонная кровля. Высшую награду Герой Российской Федерации Евгению Чернышову присвоили посмертно. Женя был в своём труде, в своём любимом деле до конца самоотвержен. Он очень любил свою профессию, он был в ней невероятно талантлив. В нужный момент ему эта сила понадобится точно так, как она понадобилась ему при пожаре, при тушении пожара на Сетуньском проезде в Москве, когда он эвакуировал с 24 на 23 этаж двух пожилых людей, отдав их в своё снаряжение. То есть, человек висел на штурмовке между 24 и 23 этажах, эвакуируя двух людей. Таких историй десятки, говорит вдова героя Марина Чернышова. После смерти мужа взяла с себя обещание – сделать всё, чтобы его отважные поступки не оказались забытыми. Уже несколько лет ведёт общественную деятельность. Рассказывает школьникам, студентам, спасателям о профессии пожарного и героических поступках супруга. В Севастополе встретилась с сотрудниками МЧС. Поделилась своими воспоминаниями, каким был Евгений Чернышов дома, в кругу друзей, на работе, как реагировал во время крупных пожаров. Севастопольские огнеборцы о личности полковника внутренней службы хорошо знают. Его почитает и уважает личный состав МЧС. Ставят в пример новичкам. Евгений Николаевич Чернышов является большим примером для нас, для севастопольцев. Своим подвигом, своими поступками он мотивирует нас на добросовестное отношение к своим службам, к своим служебным обязанностям. Каждый пожар, каждый выезд никогда не знает, чем закончится, какие может быть резонансная ситуация. Родственники, естественно, переживают, волнуются перед заступлением. Война в мирное время – так часто говорят о профессии спасателей. Им приходится бороться с огнём и стихией. И порой в этой схватке пожарные терпят поражение. Для каждого МЧСника потеря товарища – огромная трагедия. И на всех торжественных встречах звучат именно тех, кто погиб при исполнении. Сегодня вспоминали и севастопольцев. Виталия Седина, Сергей Селезнёва, Владимира Бедзюру, Анатолия Милоненко. Они тоже отдали свои жизни, спасая чужие. Их сослуживцы уверены, если бы был второй шанс, остались верны своему долгу и поступили бы так же.